всем огромный привет я рада видеть каждого из вас у себя в гостях на канале хочу приготовить золотое молоко на основе молока и куркумы я уверена вы знаете о чудесных свойствах куркумы эта пряность очень полезная она обладает и антиоксидантными свойствами и противовоспалительными она помогает изжигать жиры и продлевать молодость в общем там много всего полезного я думаю всю информацию можно без проблем найти в интернете ну а я хочу вам показать напиток который можно с ней приготовить для начала я наливаю приблизительно стакан молока в ковшик и буду добавлять сюда черный молотый перец так как куркумин плохо усваивается без алкалоида пепперина который повышает его усвояемость практически до 1000 процентов и содержится он именно в черном перце купила попробовать вот такую смесь для приготовления куркума латы и что вам могу сказать наверное я бы лучше купила отдельно куркуму так как здесь есть уже сразу добавки в составе на первом месте идет куркума затем кардамон имбирь корица и душистый перец а вот черного перца здесь к сожалению нету и душистый перец я вот не очень в напитках люблю я бы лучше предпочла чтобы его здесь не было поэтому следующий раз я куплю просто куркуму дальше ковшик с молоком я ставлю на огонь и начинаю при постоянном помешивании подогревать до тех пор пока смесь практически не закипит как только появится пузырьки я отключу и так как куркума не имеет явно выраженного вкуса то обычно к ней добавляют другие пряности чаще всего это кардамон имбирь и корица ну и конечно не забывайте про черный молотый перец и конечно лучше если он свежесмолотый также коровье молоко можно при желании заменить растительным и вкуснее всего это будет на кокосовом молоке либо кокосовое молоко разведенное с водой тут уже смотрите по своему вкусу в качестве подсластителя можно использовать различные сиропы можно использовать мед ну и можно например сахар если вы будете добавлять сахар это можно сделать сразу вместе с пряностями ну а если вы будете добавлять мед то это лучше сделать уже после того когда смесь немножко остынет и так как куркумин жирорастворимое вещество то для его лучшего усвоения необходимо добавить какой-либо жир я буду использовать кокосовое масло ну можно также добавить например топленое сливочное масло и я добавляю где-то четверть чайной ложки кокосового масла у меня это не рафинированная то есть будет еще дополнительно привкус кокоса ну и для того чтобы все лучше соединилась и все вкусы смешались я буду использовать венчик можно сделать это любым капучинатором можно просто например перелить шейкер и очень тщательно потрясти и тогда смесь получится обогащенная как бы кислородом такая более воздушная и так вкуснее теперь переливаю все высокий стеклянный стакан и решила сверху добавить еще немножко маршмеллоу у меня такие маленькие а сам напиток у меня без добавления какого-либо подсластителя попробуйте приготовить я надеюсь вам понравится и на вкус напиток получается на самом деле согревающим за счет пряностей немножко жгучим но мне кажется вот такой прохладные порой в целях профилактики заболеваний в целях улучшения и повышения иммунитета да и в целом для поднятия настроения мне кажется очень даже неплохой вариант на замену тому же чаю кофе желаю вам отличного настроения светлых мыслей увидимся с вами совсем скоро всем пока пока и до новых встреч